Следующий вопрос, если мусульманин хочет жениться на обладательнице Писания, то есть на христианке или на иудейке, кто заключает между ними брак, кто является ее опекуном, вот этой христианке или иудейке. Говорит от Акфара у'ада анна валия у'обхасабатуа. Большинство ученых считает, что ее опекуном являются ее родственники. Даже если они являются неверующими. Это мнение имамы Шафии, а также Абу Ханифа, а также некоторых анбалитов. То есть, если мусульманин хочет жениться на великой или христианке, у нее есть отец, такой же христианин, как и она, допустим. То в этом случае он не является ее опекуном, по мнению большинства ученых. И второе мнение в этом вопросе, это мнение некоторых анбалитов, которые сказали, что ее замуж выдает за мусульманину судья. Но правильным является в этом вопросе мнение первое. То, что ее опекуном является ее родственник. То есть, ее родственники по мужской линии, так же, как если бы она была мусульманкой. И при этом без разницы, кем являются эти родственники. Являются ли они мусульманами или являются неверующими. Как мусульманин опекун этой неверующей, так и неверующий опекун этой неверующей женщины может выдать. И могут они все, что выдать ее замуж за этого мусульманина. Этот вопрос отличается от прошлого вопроса. Потому что в прошлом вопросе опекун выдавал замуж неверующую свою родственницу за неверующего. Здесь уже что? Мы приводили к разногласиям. Но вот в этом вопросе ее неверующий опекун, кем бы он ни был, будь он мусульманин или неверующий, может ее выдать замуж. Почему? Потому что замуж ее берет мусульманин, замуж ее берет мусульманин, и в любом случае для вот этой женщины это является благом. То есть иудейки или христианки являются благом выйти замуж за мусульманина, потому что возможно то, что она, что называется, татаахара, то есть повлияет на нее поведение ее мужа, обычаи ее мужа, или нравственные качества ее мужа, и она увидит поклонение мусульманин и тому подобное, возможно она перейдет в религию мусульманин. Поэтому это для нее является благом. Далее.